До 700 тысяч квадратных метров жилья в год таких показателей Шимкен достигнет не раньше 2024 года. Как рассказал председатель правления СПК Бауржан Камкин, социально-предпринимательская корпорация заключила договоры на строительство 26 жилых домов. С нами строительство этих домов не было остановлено. Каким образом? Мы провели переговоры с текущими подрядчиками, которые строят эти дома, предложили им, вот в таком формате, даже ниже эти дома были состояние, когда мы проводили переговоры, то есть половину дома мы предложили подрядчику достроить самостоятельно. Такими темпами улучшить свои жилищные условия смогут немногие. Об этом говорил и глава Шимкента Мурат Айтенов распорядился увеличить объем Вадимова в эксплуатацию жилья за счет инвесторов до 1 миллиона квадратных метров в год. Разработать совместную программу с фондом гарантированного жилищного строительства. Жаловались на работу СПК и предприниматели. Они были возмущены излишней бюрократии в работе учреждения. Да, критика в адрес нас была, но мы уже работаем над ошибками. Без них никак. Увеличиваем квадратуру годовую, которую нужно сдать. Председатель правления рассказал и о тратах СПК. 900 тысяч тенге на покупку планшета Бауржан Канкин назвал оправданными расходами. Перед инвесторами не стыдно. Озвучил Канкин и размер своей заработной платы. Планшет этот мы приобрели, когда ввели карантин. Когда приходят инвесторы, мы на нем показываем всю информацию. Стоимость такого планшета 900 тысяч тенге. Все законно. А моя зарплата чистыми составляет 750 тысяч тенге. Шимкент в ожидании очередной партии автобусов. Их планируют передать в частные руки. Ответственность за работу общественного транспорта возложить на управление автодорог. Стратегическая позиция СПК и города в целом, что все эти автобусы перейдут в руки частного сектора. Скажу больше. Нами сейчас ведется переговоры с БРК Лизингом по реструктуризации договора финансового займа текущего. То есть о пролонгации займа и передаче этих автобусов в частные руки. Основным оператором по контролю качества будет оставаться управление пассажирского транспорта. Но, тем не менее, в наших договорах мы им прописываем обязательства не только в части финансовых обязательств, но и у нас есть ковенанты в части выхода на линию. Инвестиционный климат в Шимкенде, по словам Бауржана Канкина, улучшается. С начала года удалось привлечь 349 миллиардов тенге. В основном, третий мегаполис страны нашли привлекательным для вложений казахстанские компании. Шудин Саидов, Ерланбек Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР. Шудин Саидов, Абзал Турабеков, Абзал Турабеков, Абзал Турабеков.